МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадо компания Гомель, в студии працуя Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. На переднем флангу праца медиков в умовах пандемии, выпробование натрывалось и профессионализм. Наша здымошная бригада побывала в поликлиниках и больницах и поназирала, как оказывается, допомогу пациентам. Энергия воды. На раце и путь, введенную эксплуатацию, первая на Гомельшине гидроэлектростанция. Вечная каштовность. Сегодня Международный день семьи. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Эффективность работы АПК и развития Витебского региона в целом. Этые темы сегодня были в центре уваги президента. Уже традиционно в конце рабочего дня в графику керевника державы значатся выездные мероприемства. Ранее Александр Лукашенко дарушал разобрать проблемы аграрной сферы полношной в области. Двойче за пошлий час проходили нарады с этой нагодой. Президент был категоричный. Треба исти от земли без пустых надбудов. Пропановить решения, которые допомогут с наявным интеграционным структурам в регионе працевать эффективно. Бо размова идти не просто про лес аграрного сектора в области, али про людей, які тут працуют. Во-первых, на ближайне оценить стан справ, керевник державы смог уже з вертолета. Означены позитивные изменения. Особно вядомо ишла размова об тем, як отрималась организовать работу агропромысловых объединений в регионе. Четыре годы тому Витебская область вырешилась на эксперимент. В регионе з'явились агрохолдинги. Тогда их было четыре. У лютым керевникам державы был подписан 70-й указ, где продуглежено створение семи агропромысловых объединений. На шале – предприемство перепроцовших сельгазпродукции, а под крылом – с два десятки вытворцев сборжа молока и мяса. Будет результат – будут деньги. Но ты пойми меня, я не могу вкладывать деньги в предприятие, которое никакой надежды не подает. Если будет какое-то движение, результат, мы вам поможем. И так помогли, но будем еще помогать. Это без всяких вопросов. И вот семь этих зон, которых мы создали, он гвалтом кричал, чтобы я сюда не ехал. Я вам покажу там. Мне не надо показывать. Да, мне не надо показывать. Я хочу посмотреть, как вы начинаете разворачиваться по этим семи зонам в Дительской области. И вот тут жуткий будет спрос и давление. Потому что, ну, наверное, нащупали земную форму, интеграционную эту структуру. Благодаря всем вам нащупали это. Мое дело уже было проревизировать и сказать, да, нет. Но я вижу, что это земное. От земли идут корма, молоко, мясо идет тебе на переработку. Ты переработал, продал, денежные потоки пошли туда, откуда пришло молоко, мясо. Это нормально. И так мы можем за пять лет, мы можем Витебскую область возродить. Продприемство Рудакова, якое сегодня наведу президент, працует под крылом открытого акционерного товариства «Молоко». Это найбунейший вытворца, где перепрацовывается около 20% молока Витебской области. А последние годы вытворшие могутности предприемства выкорестовывались улепшим выпадку на полову, не хопала сыровины. Это было хроничной проблемой для всех перепрацовщиков полной нашей краины. Зараз справа идут лепш. Поводля задумки, миновито створение агропромысловых объединений допоможет вырешить эту проблему и працовать больше эффективно. Тяжко и навыц страшно зараз бодай кожному. Пандемия изменила наше житё и выконание звышных справ часто перетворается усоправдный квест. Маски, польшатки, антисептики сто разу на день помыть руки. И навыц так нелега гарантовать свою беспеку. Люди хворыются на коронавирус, не позбегши и летальных заходов. На слыху зараз история Гомельшанина, который помёр от этой коварной инфекции. Наша здымочная бригада побывала в поликлиниках и больницах и поназирала, как сегодня оказываюсь допомогу пациентам. Марина Джалая с подробностями. Наталья Забавчик на больничном повышалась температура, урач по выклику на дом открыл лист часовой непроцездольности. Зараз пришла до терапевта. Каже, что допомога как при выклику урача на дом, так и при амбулаторном приёме оказывается вельми худка. Нияких долгих чеканев и чергов. Хочу сказать всем врачам, медсёстрам, всем нашим медикам. Большое спасибо, девочки, мальчики, ребята, держитесь. Вы наша надежда, вы наша опора. А мы постараемся не болеть и выполнять полностью все ваши рекомендации. В третьем филиале Гомельской центральной городской поликлиники что день принимают от 60 до 80 человек с симптомами в острой респираторной вирусной инфекции. У от 8 до 30 из них берут анализ на коронавирус. На этом тыдне и третья поликлиника отримала экспресс-тесты. Зараза згодна приказу их робить контактам першого взрывню и медицинским работникам, які оказывают допомогу пациентам с ковид. На наших врачах один из них зарабили медицинской сестры. И она была контактам першого взрывню. И это полторный анализ. На счастье, адмоны. Мы сейчас проведем тест на примере медсестры Ольги, которая у меня занимается тем, что обслуживает и оказывает помощь пациентам с ковидом, бессимптомным течением, а также производит забор мазков, биоматериала, на ПЦР, реакцию ковида. 20-40 пациентов что день накируют на рентген. Если есть хотя бы малейшие сомнения, отправляют в стационар с санитарным транспортом, типа худкой до помозы. Даравшиеся родперсоналу третьего филиала были выявлены два выпадки захворывания на коронавирус. Але зараз больше размов о пациенте, який недавно помер от этой хворобы. Его лечили сгодно протоколу с початку амбулаторно, потом у Гомельской городской больницы номер один. Але, на жаль, вырятовать мужчину не отрималося. Медицинская помощь, включая обследование лечения, была оказана в полном объеме. Но, несмотря на проводимое лечение, состояние пациента прогрессивно ухудшалось. И, несмотря на все предпринятые усилия врачи, наступил детальный исход. С чем это все-таки связано? Почему молодой организм не справился? Сложно что-то прогнозировать, поскольку от этой патологии страдают как молодые, так и пожилые пациенты. К сожалению, сложно заранее что-то угадывать в этой ситуации. Зразумело, что борьба с коронавирусной инфекцией зараз самая головная для медиков. Але лечить треба и все остальные хворобы. Причем якосно и своечасово. Еще одна история, которая отримала резонанс об Жаншине, яку у Гомельской городской клиничной больницы номер три, небыто отримали у кепских умовах. Поколь все факты докладно невядомые, але администрация установы нагадывает. Если вы зауважили, что близким людям не оказывается допомога, альбо порушаются их правы, звертайтесь до кировництва и вращайте проблему неоткладно. В отношении данной публикации, могу сказать, опираясь на медицинскую документацию. В соответствии с медицинской документацией, данная пациентка была выписана в удовлетворительном состоянии. И если родственники видели эту ситуацию, мне непонятно, почему они не обратились в администрацию, для того, чтобы мы экстренно и оперативно попытались решить те проблемы, которые они подняли в статье, которая была опубликована. Медикам зараз вельми тяжко морально и физично. Им доводится працавать во умовах великого стрессу. И самое лепшее, что можно зарабить, берегшись себе и давать им меньше працы. А коли отшувайте себе кепско, неоткладно звертайтесь за медицинской допомогой. Незадоволенные призначным лечением мают право проконсультоваться у кировництва медицинской установы. Безусловно, мы выражаем соболезнования слова родственникам умершего пациента. Не только этого, но и всех умерших пациентов. Это трагедия, поверьте, это трагедия для каждого медицинского работника, для каждого врача. И это бесследно же в душе у каждого медицинского работника не проходит. Но, к сожалению, не все ситуации могут быть нами управляемы. Поэтому вот это дополнительное травмирование медицинских работников, сложившаяся ситуация, когда они работают с повышенной нагрузкой, и в первую очередь психоэмоционально, да и физической, потому что работа в противочубных костюмах, но это определенные условия труда. Поэтому здесь мы выражаем слова благодарности тем людям, организациям, которые нас поддерживают и с точки зрения моральной, материальной. Мы говорим слова благодарности и низкий поклон. Ну и пусть останется, наверное, на совести тех, которые в сложной ситуации позволяют себе несколько другие выпады в сторону тех, кто работает действительно на передовой. Дорогие по выниках работы в первом квартале, Гомель, серед у всех областных центров, мае минимальный покажек смертности насильства у детячим и процессдольным взрости. Марина Джала, Игорь Марыченко, Телерадо, компания Гомель. Протягиваем выпуск. На Рацийбуте Добруши побудована и уведена эксплуатация первая на Гомельшине гидроэлектростанция. Инвестиционный проект реализовала товариство ДОП «Гидроинвест». С перспективами зеленой энергетики ознайомились наши корреспонденты. Согласно с историческими крыницами, первая айчинная гидроэлектростанция была побудована минавито в Добруши. Отбылось это в 1899 году. Тая ГЭС обслуговывала паперовую фабрику. Сучасная станция находится практически побачь с местом, где была попередняя. Сейчас я на третье, действующая в Беларуси, и первая в Гомельской области. Такая невеликая кулькасть отломачивается тем, что для их работы необходимый перепад воды, а практически все реки в нашей стране ровные. Среди махшимых рисков низкий уровень воды у вынику протяглой засухи – ци высокие – за поводки. 10 месяцев в году эта электростанция должна работать. Но при поводковом ситуации электростанция просто физически не сможет работать. И самое минимальное – это метр сорок. Должна, скажем так, быть перепад в этой речке. В противном случае электроэнергии вырабатываться не будет. Плюс гидроэлектростанции в том, что это зеленая энергетика. Для их работы не потребна палева, якое забуджевая на вакольной асеродзе. А прошу того, такие станции не приводят до гибели рыбы. Наверное, если я натрапить про установленные сетки, то свободно пройдет про струбины. Что тыжится махчимостей? Добружской мини-ГЭС, то за годину тут можно отримать 450 кВт электроэнергии, которая потом поставляется в агульную сетку предприемства «Гомель Энерго». Отповедный договор заключен термином на 10 годов. Особых проблем не было, но программное обеспечение, плюс сам запуск, настройка шкафов автоматического управления, плюс сами строительные работы, все это было нелегко. То есть мы даже работали, бывало и до 9 вечера, и до 10 по-разному. Надо ввод в эксплуатацию было произвести, поэтому вот это было сложно. А остальное сейчас уже все просто. Олег Сен-Сюров, Ольга Коновалова, Иоанн Макенко, Сдобруша. «Гомель Маш» за 4 месяца этого года повели, что экспорт на 59% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Основные на прамке внешних поставок Россия, Казахстан, краины близкого и далекого замежа. У план вытворчасти на май-липень додатково включено 300 самоходных энергонасыщенных машин. При этом портфель заказов на великую частку продукции уже сформированы, подкреслили на предприемстве. Для выполнения поставленных задач работа не спиняется и в выходные дни. С конвейера, который работает с подвоенной силой, в разных модификациях сходят сбороуборочные и кормоуборочные комбайны. Для супрацовников, которые работают свыше урочно, в качестве материального стимула, введены персональные доплаты и надбалки. Завтра же хоры нашего региона могут звернуться по телефону до представников мясовой улады. У Гомельске мабл-выконками на пытание громадян откажет керауник справ Алена Клешковская. Телефон для совези 33 12 37. У ГЭТЫШАС промоозванки будет старшиня Гомельского городского совета депутатов Миколай Ковалевич. Нумер телефона 51 19 84. Прамые линии, як извышайно, працуют с 9 до 12 годин. Сегодня во всем свете означается День семьи. И он был обвешен на Международной генеральной ассамблее ОАН в 1993 годе. За минулый год в Гомельской области органами ЗАГС зарегистровано 9 145 шлюбов. Это прикладно 6 половы на 1 тысячу человек. У основным семьи створаются помеж грамотянами Республики Беларусь. А сарат замежных женихов и невест 80% складаются представники инших краин СНД. 85% женщин и 93% мужчин уступили у шлюб у первый раз. Их взрос складают основным от 20 до 29 годов. При этом, что год, середний взрос уступления у первый шлюб повеличивается. В 2019 году в области народилось 13 700 детей. Больше за 7 тысяч это хлопчики. И коля 6 с половой девчинки. Середний взрос мати при нарожении первого детяти 26 годов. Другого и наступных детей 31 год. 11 детей народилось у мати во взрослении от 45 годов и высшей. По черговости нарожения шостыми и больше народилось 154 детяти. У структуры с поживецких расходов домашних господар Гомельской области 37% складают харчевание. 35% не харчевые товары и коля 25% оплата послуг. Штормовое попереджение захавается. В выходные дни в регионе шакаются ночные заморозки и взмocнение ветра. В Беларуси усталевалось холодное надворье с температурным фоном на 5-8 градусов нижнейшей за климатичную норму. И по коль истотного потепления не шакается. 16 мая в регионе будет переважно без опадков. Температура по ветру в нашей складе до 6 тепла. Месяцами шакаются заморозки от 0 до минус 3. В день будет до плюс 16. В неделю в ночи шакается до 8 в день до 14 тепла. Ветер прогнозуется заходный с порывами до 14 метров за секунду. Это и другие новинные информацию о проектах телерадио компании Гомель вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. В Гомеле накануне произошел пожар на улице Звездной. Клубы дыма были видны издалека. Горела хозяйственная постройка на территории частного домовладения. К моменту приезда пожарных деревянный сарай полыхал открытым пламенем. Жильцы расположенного рядом дома самостоятельно вышли на улицу. Спасатели развернули пожарные рукава и ликвидировали возгорание. Никто не пострадал. Причина устанавливается. Аналогичный пожар случился накануне в деревне Семенча Житковичского района. В результате возгорания хозпостройки существовала угроза распространения огня. Но спасатели потушили пламя. Повреждены стены, кровля и имущество внутри помещения. Пострадавших нет. Пламя накануне уничтожило легковой автомобиль в деревне Федоровка Рогачевского района. Огонь за считанные минуты охватил ВАЗ-2106. По приезду пожарные смогли потушить возгорание, но машина получила сильные повреждения. Пострадавших нет. Причина пожара выясняется. Сотрудник лесхоза обнаружил после пожара в лесу Жлобинского района арсенал времен Великой Отечественной войны. Мужчина позвонил в милицию и вскоре на место обнаружения прибыли правоохранители. Те заметили фрагмент металлического ящика. Откопав его, сотрудники извлекли 210 винтовочных и 114 пистолетных патронов, два металлических фрагмента неустановленного происхождения, а также обрез винтовки с затвором времен Великой Отечественной войны. Находка отправлена на экспертизу. Следователи устанавливают обстоятельства убийства жителя Петриковского района. 13 мая тело мужчины было обнаружено в милиаративном канале агрогородка Алясковичи. О пропаже человека сообщила его сестра. После обнаружения тела погибшего правоохранители установили и подозреваемых. Это два местных жителя 30-ти и 40-летнего возраста. Предварительно установлено, что 8 мая подозреваемые избили потерпевшего, а затем сбросили его в канал. Для установления причины смерти мужчины и момента ее наступления назначена экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье убийства, совершенное группой лиц. По трехрядной автомобильной дороги и против движения в Гомеле велосипедист поплатился за грубое нарушение правил. На пересечении дорог с круговым движением он поехал навстречу транспорту и столкнулся с микроавтобусом, который выезжал на главную дорогу. Вот это видео. Велосипедист попал в объектив на пересечении с улицы Богдана Хмельницкого. Вместо того, чтобы пересечь проезжую часть по пешеходному переходу, велолюбитель выбрал самый опасный маршрут. В итоге столкнулся с микроавтобусом, который начинал движение. К счастью, травмы оказались несерьезными. Это вся информация на сегодня. Будьте в курсе происшествий Гомельской области вместе с Де Факто и оставайтесь на Беларусь4. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В воскресенье 17 мая пройдут ответные поединки 1-8 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу. Борисов 900 сыграет с Динамо БНТУ. Охрана Динамо с ОВД Гродно. А дорожник с Ощучином. Светлогорский ЦКК встретится с Минском. В первом матче победили минчане 5-1. Ответная игра стартует в 14-0-0. За всю историю противостояния между клубами было три поединка. Одна победа у футболистов из Светлогорска, а две у минчан. Последний день недели продолжится и битва за чемпионский титул. Гандбольные клубы Гомель и БНТУ Белас проведут решающий шестой поединок. Матч пройдет на паркете Гомельского дворца игровых видов спорта начало в 17-0-0. В случае, если встреча закончится ничьей, то победительницами чемпионата страны станут гомельчанки за счет разницы количества мячей между командами в личных встречах. Сегодня стартовали поединки девятого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги. Тур открыла встреча Торпеда Белас Городея. Единственный представитель нашей области в вышке проведет поединок завтра. Мозорская славя отправится в гости к Солигорскому шахтеру. Матч пройдет на стадионе Строитель. Стартовый свисток прозвучит в 17-0-0. Начнутся завтра и поединки пятого тура чемпионата Беларуси среди команд первой лиги Светлогорский Химик поедет в гости к Пинской волне. Матч Локомотив Арсенал перенесен, а в Гомеле готовятся к областному дерби между Речицким Спутником и Гомелем. Перед центральным матчем тура наша команда посетила тренировку Речичан. После пяти туров Спутник занимает второе место в турнирной таблице в активе у Речичан 10 очков. Они отстают от Гомельского Локомотива лишь по количеству забитых мячей. Чтобы удержаться в лидерах команда много работает на тренировках. Уже третий сезон ее возглавляет Вячеслав Левчук, который становился чемпионом и обладателем Кубка Беларуси. Перед ним и его подопечными стоит задача выйти в высшую лигу. В конце чемпионата если команда попадает в переходную игру вместе с командой, которая займет высшей лиги третье место снизу, то немножко как бы такое получается преимущество у команды высшей лиги. Чемпионат получается у нас заканчивается и очень длительный промежуток времени будет у команды из первой лиги, которая займет третье место для того, чтобы держать себя в тонусе, держать команду. Сейчас родной стадион клуба в Речице находится на реконструкции, поэтому команда весь первый круг базируется в Гомеле. Правда, футболистам не привыкать. Почти всю предсезонную подготовку они провели в областном центре. Тогда домашней площадкой был футбольный манеж, сегодня газон стадиона с дюшор номер 8. Конечно, приятнее играть перед нашими болельщиками в городе, поэтому будем ждать с нетерпением возвращения в Речицу. Ну, а пока реалии таковы, что приходится играть в Гомеле. Ну, ничего, я думаю, мы через это пройдем. Спутник – это третья попытка развить футбол в районном центре. Первый клуб в Речице появился в 1952 году и назывался Днепровец. В 1992 году появилась дружина под названием Ведрич. Этот клуб добился наиболее значимых успехов. Речичане стали серебряными призерами второго розыгрыша Кубка страны в 1993 году. Пока это лучшее достижение речицкого футбола в национальном чемпионате. В 2012 в Ведриче начались финансовые проблемы и вскоре появился спутник. В 2018 году речичане заявились во вторую лигу и заняли третье место, но благодаря слиянию Могилевского Днепра и Столичного Луча освободилось место в первой лиге. Этим вакантным местом и воспользовались представители Речицы. Вообще я в команде уже 2,5 года команда поменялась полностью. Я еще начинал со второй лиги у нас была задача мы ее выполнили в том году была задача закрепиться у нас достаточно хорошо получилось. Ведрич была высшей лиги и создавалась по традициям таким, чтобы дальше идти в высшую лигу. За первые пять туров на счету Речичан три победы и одна ничья в ближайшем матче спутник сойдется в домашнем поединке с Гомелем который находится на 12 позиции. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 будет вестись и прямая трансляция в официальной группе клуба ВКонтакте. Также организаторы объявили свободный вход при наличии маски. На этом пока все с новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский оставайтесь на Беларусь4 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин